Добрый день, это канал «Свобода премиум», тут Ганна Саусе Празе, и на видео «Советзи» из Москвы российский письменник и публицист Виктор Шендерович, для кем мы поговорим про белорусские и российские протесты. Добрый день. Добрый день. Лозунг «За нашу свободу последние дни» очень часто звучит в контексте белорусских и российских протестов. Что, на ваш взгляд, их объединяет и в чем их не стоит сравнивать? Произошло обрушение. Происходит обрушение. В Беларуси оно произошло. Я имею в виду не контроль, силовой контроль власти за страной. Я имею в виду некоторое ментальное обрушение. Вот был лидер страны. Для многих он был лидером страны, для многих он был батька. Все, нет никакого батьки, зафиксировано. Есть нелегитимный силовой лидер, есть чудовище, которое просто контролирует эту территорию, не дает силы, не дает себя отстранить от власти и пытается запугать. Это же происходит сегодня с Путиным. Это не приняло такой очевидный характер, как приняло в Беларуси. Но понятно, что вся история с отравлением Навального, раскрытием этого отравления и расследованиями происходит на наших глазах. Конечно, обрушение. Обрушение Путина как лидера нации, как легитимного лидера нации. Это происходит с меньшей скоростью, чем в Беларуси. Но может быть лишние 6 лет запаса. Вот этот гандикап Лукашенко дает вот это опережение. Но очевидно, что статус Путина сегодня, общественный статус, он меняется. Он, очевидно, хромая утка. Он, очевидно, уже не опирается ни на что, кроме лжи совершенно чудовищной и агрессии силовых структур и возможности нанести ущерб. Ему нечего предложить сегодня россиянам, кроме лжи, запудривания мозгов какой-то особенной роли у России и врагами вокруг. И тем, что если не будет его, то не будет Россия. Вот это ложь и насилие по отношению к противникам. В этом смысле Путин стремительно устремился не очень правильно, но, тем не менее, устремился же Лукашенко. Кстати, сравнивают уровень насилия, и все белорусы отмечают, что пока он не такой, как в Беларуси. Как вы думаете, не такой только потому, что еще приказа не было конкретного, чтобы было насилие тотальное? Им хватает того уровня насилия, который есть, для удержания власти. Лукашенко, который был в панике, в страхе, который его обуял в те дни сентябрьские, вот он отдал приказ уже своим эскадронам смерти на полную катушку. Я думаю, что просто дело в том, что они пытаются удержать власть. Путину достаточно этого насилия, которое сегодня происходит, полицейско-судебного насилия, для того, чтобы удержать ситуацию. Ситуация не революционная в том смысле, что не стоит ждать каких-то обрушений буквально в какие-то ближайшие времена. Нет. Это то, что называется Бернамский рез пошел на Макбета. Это изменились исторические обстоятельства. История развивается очень медленно, то есть она, с точки зрения исторической, развивается очень быстро, этот сюжет. Но применительно к человеческой жизни ждать завтра каких-то изменений, я думаю, не стоит. То, что власти России используют власти Беларуси для отработки каких-то авторитарных практик и технологий, такая давняя теза. А как мне кажется, впервые российская демократическая общественность, российская оппозиция ориентируется на белорусский оппозиционный опыт и на белорусский протест. Сейчас так часто звучат параллели между Светланой Тихановской и Юлией Навальной. Вот отсылка к белорусскому опыту все время присутствует. Вы согласны с этим, что это впервые происходит, что белорусский опыт протеста, ну не то, что берут на вооружение, но сравнивают, обсуждают, анализируют в том, как действовать в России? Безусловно, безусловно, схожесть процессов бросается в глаза, как и различия. Я думаю, что прямое сравнение некорректно. Тут можно сравнивать, подчеркивая отличия, скажем. Отличие главное заключается в том, что, собственно, Тихановская никогда не была политическим деятелем. Она очень мужественно позволила использовать свое имя для консолидации протеста. Но предъявлять к ней претензии как к политику было бы довольно странно. Она не заявляла себя как политик, это более обстоятельств случилось. Навальный, сам по себе Навальный... Я говорила, в данном случае звучат параллели не только Светланы Тихановской и Навальной, а Светланы Тихановской и Юлии Навальной, которая может стать лидером, пока муж в тюрьме. Да, ну вы знаете что, да, тут я не позавидую Путину совсем, я писал об этом, потому что Юлия Навальная очень сильная фигура, очень ясная фигура, уже публичная, уже публичная. Они сами сделали ее публичной фигурой, своей низостью по отношению к Алексею, они сами вывели ее вперед. Точно так же, как, собственно говоря, и Тихановскую сделали. Но фигура, я думаю, более яркая, более определенная. И я полагаю, что Путину, я даже писал об этом, что если что-то случится, не приведи Господи, с Алексеем, Путин об этом пожалеет. Потому что Навальный, он про политику, и у многих есть какие-то и старые счеты, и новые расхождения, и недоверие, может быть, он политик. А Юлия Навальная, она про любовь, и это абсолютный общий знаменатель, то, что произошло ее, как она спасала Алексея, и спасла. Сделала ее, конечно, невероятно популярной. И Путину, для того, чтобы дискредитировать Юлию Навальную, ему придется гораздо тяжелее, чем Алексея. Вот. Я надеюсь, что они хотя бы остатком мозга понимают это. Те из них, кто полагает, что можно убийством Алексея Навального решить проблему, она не будет решена, их проблема. Вот. Но, конечно, сходства и различия очевидны. Я думаю, что степень неприятия, я уже говорил об этом, степень неприятия Лукашенко тотальная. До этого еще Россия не дошла. Но то, что Путин уже никакой не лидер нации, и никакой не... То есть за ним почти ничего нету, кроме привычки, стокгольмского синдрома и прямого страха, и, в общем, лжи, и, в общем, запудренных мозгов. За ним ничего нет. Они ничего не могут предложить. Ну, Лукашенко давно ничего не может предложить, а Путин с некоторых пор перешел вот в этот статус. Он не может предложить ничего, кроме насилия и лжи. Как вам кажется, не станут ли меньше говорить о ситуации в Беларуси, в мире на фоне протестов в России? Есть ли такая опасность? Потому что на первых полосах сейчас Москва, другие российские города, где были масштабные протесты, а то, что происходит в Беларуси, ну, так потихонечку уходит на второй план. Есть эта опасность? То, что происходит в Беларуси, уходит на второй план, потому что снижается массовость и активность протестов. Потому что у всего есть оборотная сторона. Мирный путь, который выбрала белорусская революция, мирная, революция достоинства, революция, да, снятых ботинок и расстановишься на лавочку, революция не насилия. В качестве революционной тактики она, конечно, проигрывает прямому революционному насилию. Она может выиграть на длинной дистанции, и это выбор, национальный выбор, это национальный характер, национальный выбор. Разумеется, если бы в начале сентября просто эти двухсоттысячные, так сказать, толпа снесла бы к чертовой матери дрозды, да, погибли бы люди, но сегодня политическая ситуация была бы другой. Эта энергия ушла в мирный протест. Именно поэтому история стала долгоиграющей, и она ушла от первых полос. Не потому, что что-то произошло в Москве. Это драматическая ситуация. Она особенно драматическая для людей, призывающих к эволюционному развитию, к демократическим процедурам. Ну, например, для меня. Потому что я бы хотел, конечно, чтобы изменения происходили как в Чехословакии, да, то есть мирно, или в крайнем случае, как в Берлине, ну, мирно, мирно, без человеческих жертв. Но для этого нужна власть, которая, так сказать, уходит, уходит в случае очевидного проигрыша, уходит как коммунистическая Чехословакия, да, как коммунистическая ГДР. В случае с Лукашенко и в случае с Путиным очевидно различие. Они не уйдут. Они не уйдут прежде всего потому, что за ними огромное количество прямой уголовщины, и в том числе убийств. И они не имеют возможности, как Хонекер или как Гусак, или кто там у них был, просто уйти от власти, или как советские лидеры, да, в 91-м году, просто уйти. Этого выбора нет. Это означает, что они будут до последнего сопротивляться. Это означает, что они будут лить столько крови, сколько надо, чтобы остаться у власти. Это означает, видимо, что перемены все равно пройдут через кровь. Это драматический вывод, но это, мне кажется, вывод вполне объективный. Как вам кажется, на фоне протестов в России поддержка Путиным Лукашенко будет усиливаться, ослабляться, останется прежней? Я думаю, что Путин, то есть, можно сказать, что Путин, конечно, не сдаст Лукашенко. И сейчас идеальные для Путина взаимоотношения с Белоруссией сегодня для Путина выглядят идеально. Он имеет дело со слабым, уязвимым Лукашенко, который понимает, что без поддержки Путина его просто не будет очень скоро, и поэтому он готов, видимо, на любые уступки. Это идеальная для Путина позиция. Он не хотел бы ни сильного Лукашенко, ни тем более, разумеется, Белоруссии, которая смотрит в Европу, смотрит в сторону прав человека, европейских ценностей. Это означало бы очередное обрушение Путинской империи. Оно и так происходит, оно происходит и в историческом плане довольно быстро. Видите, отпали, отпали Грузия, отпала Украина, отпала Молдова. Конечно, отпадет и Белоруссия, но это, к сожалению, происходит еще не сегодня. Происходит не сегодня. В сентябре, в августе говорили, что Лукашенко, может, до Нового года уже не будет президентом. Потом говорили к лету. Многие прогнозисты часто сходились на том, что в конце года уже не будет новогоднего, но следующего года уже не будет новогоднего поздравления, Лукашенко. Как вы видите, вы видите, что в России это не быстрый процесс, это постепенный процесс. Насколько процесс в Белоруссии быстрее, более быстрый, более стремительный? Или это одинаково долгий путь для нас и для России, и для Беларуси? Я не знаю этого, потому что я не нахожусь внутри белорусского поля, да, я не чувствую этого, я только могу следить, в том числе по вашим сообщениям, по вашим программам. Нет, я этого не знаю. Я могу... Только самые общие соображения. Они заключаются в том, к сожалению, что абсолютно авторитарная власть может держаться довольно долго, довольно долго. Почему это прекращается и на какой банановой кожуре поскальзываются режимы, заранее предсказать невозможно. Опыт арабской революции 2011 года говорит нам, что это за месяц, за две недели невозможно предсказать. С одной стороны, невозможно предсказать, когда все вот так вот накренится и посыпется, а с другой стороны, невозможно предсказать, сколько может продержаться абсолютно авторитарный лидер, сколько Энвер Хаджа держался в Албании, сколько Северная Корея, Средняя Азия, до смерти, до смерти. А иногда и после смерти, как в Венесуэле, приходит другой на смену, Мадуро на смену. Это может длиться очень долго. К сожалению, ничего оптимистичного вам сказать не могу. Мирный выбор, оборотность страна мирного выбора – это вот такое угасание авторитарного режима. Он, конечно, будет осыпаться, конечно, его опора будет снижаться, но что Путин, что Лукашенко сделали ставку на Тантон Макутов, так сказать, на притарианцев, на свою силовую структуру, которую они будут ее кормить, все вокруг умрут с голоду, а эти будут сытые, потому что это последняя опора режима. И эту опору они будут поддерживать, они будут стараться, чтобы поддерживать ее и в психологическом тонусе, объясняя их правоту, и что кругом враги страны, давая им возможность, так сказать, приобретать психологическую бодрость. Это, к сожалению, не процесс ни одного дня. Я не знаю про сроки, про сроки в истории ничего не известно. Я каждый раз удивляюсь этим оптимистам, которые выскакивают и говорят, что ничего не будет через месяц, через два, через год. Мы не знаем исторических сроков, они неизвестны. Вы сказали, что не можете дать оптимистического прогноза, а что вам все-таки оптимизм додает сейчас? Оптимизм додает ощущение. Нет, нормально, русский язык совершенно позволяет сооружать на ходу такие. Это очень точный глагол. Это из белорусского как раз. Очень хорошо, это освежает глагол, дает услышать его новое значение, как бы дает дополнительно, придает или добавляет на стыке этих двух глаголов. Вы знаете, что все-таки бог не фраер, как говорится, и история – это наука. История – это наука. Наука отличается, как известно, от веры повторяемостью явлений. Вот явления повторяются, авторитарные режимы рушатся. Они внутренне непрочны. То, что не держится на поддержке народа, на избирателях – это непрочная власть. Но не следует думать, что ее можно просто обрушить каким-то усилием одним. Но, конечно, оно рушится. И мы видим, как рушится в процессе обрушения режима Лукашенко и в процессе обрушения режима Путина. Разумеется, сегодняшний Путин – это совершенно не Путин первого десятилетия, лидер нации. Да, на обмане, да, на демагогии, да, и так далее. Но, тем не менее, лидер нации. Сегодня мы видим, это в политическом смысле хромая утка. Сегодня очевидно, что Путин проиграл бы выборы. Очевидно. Разгромно проиграл бы честные выборы. Это же продемонстрировал Лукашенко. В этом смысле оптимизм только в том, что это будет, безусловно. Что это на пути. Но сроки всегда неизвестны. Дякую великую. Это был российский письменник и публицист Виктор Шендерович. Всех вам наилепших. Продолжение следует...